Вы даете бэкграунд очень хороший, на самом деле. Это правда. То есть у вас есть какая-то вот своя суперсила. Вы хорошо отобрали материал, который вы даете студентам. Вы приятно разговариваете. У меня, я же говорю, уже был опыт с ментором и я вижу вас и вижу второго человека, с которым я общался. Это тоже две разные планеты. Здравствуйте, как у вас дела? Здравствуйте, здравствуйте. Хорошо. Я переехал в Израиль. И в семнадцатом году еще переехал в Израиль. И, ну, как у всех дела, когда приезжаешь в чужую страну, ты думаешь, в первую очередь, как бы где-то заработать и так далее. И работа, как правило, у всех вторососная. Когда я жил в Киеве, то, в принципе, бэгграунд у меня был, потому что я работал сначала в телекоммуникациях, вот, в телекоммуникационной компании. После этого я со своим коллегой создали IT-утсорчную любую компанию и работали так в течение пяти лет, вплоть до моего переезда в Израиль. Вот. Ну и, когда я уже был в Израиле, у меня здесь были свои заботы, надо было искать работу, зарабатывать здесь как-то, потому что, ну, все, на аренде. И, в общем, как бывает, когда ты удаленно находишься, через год, наверное, примерно, мы просто продали компанию, и все. То есть дело нужно было там контролировать, нужно было на месте это все было, да? Да, да, потому что я был и соучредителем, и одновременно и директором с правом подписи. Вот. И, да, надо было все контролировать. Ну, удаленно это сложно. Это можно. Вот. А когда нас разделяет несколько тысяч километров, то можно уже забить, скажем так. Слушайте, Бронислав, я помню, вы со мной связались, и вы спрашивали, что вам, вы сейчас получили оффер, но оффер, как я понял, это как интерншип или что-то такое, да? Я сейчас получил, да, получил оффер на четыре месяца. Вот. Да, так позиция, ну, меня сейчас всему обучают в самой компании. Вот. Скажу, что все, как вы на курсе говорили. Я просто свой слаг переделал. Вот. Ну, вернее, добавил. Добавил еще одну компанию, другую еще слаг. Да, да, да. Добавил еще одну компанию, и все. Точно такие же дейлики. Вот. Ну, прям очень-очень похожи все. Дживера точно так же. Ну, вы тренинг как Ки именно туда пришли, да? Да, да, да. Окей. Это Ки Мэнл, Ки Автомейшн? Это, наверное, сейчас, в данный момент, это Мэнл, но, возможно, это перерастет в Автомейшн. Вот. Что будет по истечению четырех месяцев пока сложно. Вот. Но в любом случае, даже, даже если будет все, ну, как я закончу через четыре месяца, закончу работу, да, закончу контракт этот, и если они мне не предложат продолжение, то у меня уже будет бэкграунд какой-то, у меня будет опыт, вот, и что мне позволит дальше искать работу. Это очень большой плюс у вас будет. Да, работа очень интересная. Я первые две недели вообще просто находился на другой планете. Вот. У меня вот такое было ощущение. И что на этой планете происходило? Очень много работы. Очень много работы. Я, мне когда дали первый таз в джири, я на него создал сто сто сорок восемь чек-листов. Немного. Ну, там, на самом деле, было, там объемное было задание, вот, и потом я получил второй таз, там чуть меньше было, и потом мне в какой-то момент сказали, я, конечно, понимаю, что у тебя сейчас энтузиазма очень много, но достаточно будет просто написать, и я проверил все хорошо. Ну, типа, нам тоже тут надо работать, парень, успокойся. Не все такие, как ты тут, да? Да, примерно так. Слушайте, Бронислав, я сейчас маленький вопрос такой, отхождение сдам, потому что вы написали, что вам нужна помощь именно с работой, да? У меня встречный вопрос. Безусловно, мы сейчас этот обсудим, то, что у вас вопросы в области, вот, ну, по работе мы это все обсудим, вам помогу. Вот это вот интервью, которое мы сейчас сделаем, мы его сможем на сайте людям показать, или это чисто у нас разговор с вами? Потому что если сможем, как бы мы тогда, ну, разделим на две части. Если нет, то это чисто будет, ну, помощь вам технически. Да, да, конечно, конечно, мы можем, мы можем это показать, вот, я думаю, что у меня даже есть что сказать, вот, как помочь, потому что на самом деле, ну, сейчас то, что вы говорили, нужно себя осознать в первую очередь, как QA-щика, да, в этом есть правда, и это действительно так. Пока ты не осознаешь, ты, ну, ты просто не сможешь свой мозг переделать в этом направлении, вот и все. Да. И что бы ты ни делал, сколько бы ты ни сидел за тем программированием, либо еще за какими-то моментами, ты не сможешь стать QA-щиком. Оно не приходит просто. Вот здесь вот этого нету. Да. Да, когда ты живешь этой жизнью QA, не придумываешь, а ты реально ей живешь. Не работая, да, и я хочу сказать, что у вас есть своя сила, вы сила убеждения, вот, у вас очень классно, вы классно заряжаете, это, это правда, мотивация очень-очень хорошая, энергетически, я не знаю, как вы это делаете, вот, но вы действительно помогаете. И видео даже, да, которые вы записываете с ребятами, у которых удалось, после просмотра видео тоже появляется какая-то сила, вот, хочется, хочется дальше продвигаться, дальше учиться, смотреть что-то и так далее. И ты думаешь, блин, ну, если у него получилось, почему я что-то хуже. Вот, нет. Никто не хуже. Какого-то определенного секрета тоже нет в этом. Просто упорство. Упорство, упорство и постоянная учеба, максимальная интеграция себя в эту среду. Ну, и все. Вот, я учился, я вставал каждый день, я, во-первых, я ушел с работы. Я знаю, я это от вас слышал, и еще я смотрел параллельно разные видео, читал много материала. Ну, не только, которые касаются нашего курса. Вот, но связанное с QA. Вот, и с областью IT. Вот, и многие пишут о том, что ни в коем случае не оставляйте свою текущую работу. Но это, к сожалению, тоже не работает. Потому что текущая работа – это зона комфорта, как ни крути. И в какой-то момент ты думаешь, у тебя на одной чаше весов риск, а на другой чаше весов все хорошо. Мозг у нас так устроен, да, что мы пытаемся минимизировать твой риск. Вот, мозг сам тебе говорит, да не надо, а встать в следующем году, через два, через пять. И в итоге люди заканчивают курсы и остаются на том же месте. И у них продолжает все нормально быть. Не так, как хотелось бы, но в принципе пойдет. Да, да, да. И потом уже какая-то идет сила, самоубеждение. Это просто было не мое, видимо. Вот, если бы это было мое, у меня бы все получилось. Но оно бы не получилось, если ты об этом просто не думаешь и не напрягаешься в этом направлении. Не идешь, просто не поставил себе веков в этом направлении. Конечно, тебе никто не принесет на блюдечке лопаку. Вот, держи, это твое, парень. Не, ну постараться надо. Тут и знания нужны, и чуть-чуть везения, но и самая, правильно вы сказали, настойчивость. То есть, если у тебя с первого раза не получилось, это не значит, что во второй не получится. Но ты об этом не узнаешь, если ты не пойдешь на второе интервью. А если после второго ты сдашься, ну окей, это ты сам решил. Жизнь тебе, может, еще подкинула бы, но ты сам же решил второе бросить и все. Поэтому нужно просто продолжать. Да, Сергей, но можно и остановиться на самом деле в процессе обучения. Даже не дойдя до интервью, потому что каждый человек уникален, и он сталкивается с какими-то своими проблемами, с какими-то своими блокерами на этом пути. И вопрос, ну как ты из этого выйдешь. Вот, можно сказать, да нет, не мое. Даже вот просто обучаясь уже сказать, не мое, потому что ты столкнулся с чем-то. Не знаешь, как работает что-то. Тебе приходится разбираться в этом. Или информация. Да, мы все-таки учились вся информация на английском. И английский язык, ну как бы вся информация в основном на английском языке. На русском языке найти довольно сложно вообще. Вот, и качество этой информации тоже будет такая себе. Вот, ну и как бы люди с этим сталкиваются, и все. Просто не могу найти, сложно. Вот, а дальше-то в любом случае работа будет на английском языке. И точно так же тебе придется все искать. Точно так же, один в один, как на обучении. Вот, и таких блокеров может быть достаточно много. У людей. Вот, у всех разные. Ну, я вам так скажу, что на работе у вас будет то же самое. У вас не будет того, что, да, на блюдечке вам принесут сказать, вот, смотри, вот иди первый, второй, третий, и когда ты сделаешь третий, нажми на кнопку, и у тебя все получится. Вы все время будете сталкиваться с чем-то на работе. И нужно будет гуглить, и нужно будет копать. То есть цель курса – это максимально реалистично вас погрузить в эту атмосферу, чтобы вы поняли, что то, что здесь, абсолютно то же самое будет там. Но если вы здесь преодолеете на учебном курсе, и там, грубо говоря, поплачете себе взлетку там, или там скажете, нет, ну ладно, трудно, но я постараюсь, то вот там в настоящей жизни, если ты бросишь, ну ты что, а что, ну с работы придется уйти. А так не надо. То есть, ну как бы ты уже с предыдущего ушел, уже шету взял, как бы, ну что, с этой уходить. Нет, поэтому он тут, это знаете, вот, если бы так готовили в институте или в школе к настоящей жизни, то каждый был бы миллионером потом. Ну, так не готовят. А тут у меня цель именно вас подготовить так, чтобы вы потом меньше стрессовали, в том числе и неожиданные задания вы делали такие. Вот неожиданные задания, которые мы не учили, но вот тебе референс, можешь там где-то посмотреть, вот наметки есть, но ты должен сам там копнуть. Если разберешься, супер, если не разберешься, то мы идем по списку. То же самое на работе будет. Поэтому, когда ты на работу выходишь после нашего курса, я не то, что перехваливаю, я просто, ну реально, я вас готовлю так, чтобы вы потом сказали, о, так вот оно ж, вот и здесь то же самое происходит. Я знаю, как с этим работать. Поэтому вы еще со многим столкнетесь. Оно так и получается. Это правда. Оно так и получается. Бронислав, расскажите немножко про, ну я извиняюсь, что перебиваю, вы там хотели про курс еще немножко сказать. Ну ладно, говорите, подожду со своим вопросом. Ну а что, если у вас есть мысль, зачем мне вас лишать вашей мысли? Рассказывайте. По поводу курса, вы знаете, сейчас в интернете с коронавирусом, с начала коронавируса начало появляться все больше и больше курсов. Вот, и я когда искал курс, вот, и я просто вбил в Google курс QA, вот, и он начал читать. Открывать и начал читать. И ваш курс, ну это мое, знаете, вот такое бывает, с покупкой автомобиля, с покупкой чего-либо бывает, это не мое, это мое. На каком-то вот уровне ты это чувствуешь подсознательным, наверное. И вот, и когда я открыл ваш курс, почитал про него, посмотрел, и это мое. Ну где-то вот внутри оно ебнуло. Вот, и читал информацию, все, пришел на курс. Как ожидания с реальностью сопоставить? Ожидания с реальностью, ну, оно приходит, аппетит приходит во время еды. Вот, и ты, когда приходишь, ну, по сути, когда люди приходят на курс, они меняют профессию полностью. Вот, и приходят с разных профессий, и следовательно, когда ты приходишь на курс, ну, ты новенький абсолютно, в том плане, что ты не знаешь, с чем ты столкнешься. Ты слышал, там, может быть, чуть почитал, что такое QA. Чуть-чуть. Да, и на курсе уже ты раскрываешься, ты уже понимаешь, что такое QA. И, ну, как бы, ожидания от курса, потому что я туда шел с целью выучиться и получить работу. Вот, поэтому ожидания от курса, подтвердились. А вот, а курсы, вот, они бывают разные, и вы не только преподаватель, да, вы еще и ментор. Вот, по поводу менторства, у меня тоже есть, уже есть негативный опыт, я нашел себе ментора, вот, который с первого нашего созвона, как в фильме, я не помню, или «День выборов», по-моему, или «День выборов», наверное, там Нагиев, Дмитрий Нагиев, в армии на построение, говорит, вы все говно. Вот. Это в любом армейском фильме, и в американском, и не в американском, сразу определяют твое место в жизни. Да, примерно так. То есть, мне мой ментор сразу говорил, ты неконкурентоспособный. Какой приятный человек. Твой курс ничего вообще не означает, тебе надо идти в университет, учиться пять лет, тебе надо то, тебе надо пятое, десятое. Вот. И я не слышал от этого человека ни одной позитивной мысли. Ни одной. Я думаю, блин, что это за ментор такой? Вот. Ну, для чего? Ради чего он туда приходит? Сама утвердится? Он говорит, я тебе могу по Пайтону сейчас тут накидать такое, что ты даже и не видел такого никогда. Ну, конечно, безусловно, если человек в этой отрасли уже находится там около 15 лет, то, конечно, ты можешь это как с ребенком разговаривать, да? Перед ребенком выделываться. Вот. Но это не очень эффективно. Да, вы знаете, у меня, во-первых, ну, как бы я учился, особенно последние три месяца, у меня была учеба ежедневно до четырех утра. А со скольки? С десяти утра. Потому что если с полчетвертого до четырех, ну, как бы нормально. Не-не, с десяти утра и до четырех утра. Я ежедневно сидел в таком режиме, учился. Ну, это не только нашего курса касалось. Я вот только хотел спросить, у нас только информации не было, чтобы так учиться. Да-да-да. Это не только касается нашего курса. Я же говорю, что я искал информацию везде, где возможно. И смотрел, читал, смотрел в Ютубе, читал много информации, всевозможной. Я вообще себя просто погрузил в эту жизнь. Лишил себя всех радостей. Абсолютно. Превратился в диаген. Да-да-да. Примерно так. Потому что, ну, все это было неэффективно. Мозг постоянно пытался тебя отвлечь. То есть меня мой мозг пытался отвлечь. Оставь это. Сделаешь это через час или сделаешь это вечером. Но нет, это неэффективно. Так не работает. Вот. И для меня вся информация вот превратилась. Я подумал, ну, я же себя не лишаю там. Окей, смотри, сиди в Ютубе. Пожалуйста, тебя ж никто не запрещает сидеть в Ютубе. Сиди в Ютубе, смотри. Но смотри информацию, которая касается сугубо QA и IT. Все. Можешь даже не только смотреть QA. Можешь смотреть по программированию, там, про какие-то остальные направления. Пожалуйста, смотри все, что хочешь, но только все, что касается сферы IT. А не было этапа перегорания, когда вот здесь тот же комок был? Было. Было. Наверное, два раза у меня такое было, когда я смотрю на свой компьютер и думаю, блин, меня тошнит. Но это какое-то странное чувство, сложно объяснить. Это меня не физически тошнило, да, это на каком-то таком уровне. Ну, и я просто в эти дни помню, что вы говорили, я не знаю, может быть, у меня заняло может, три дня. Бывали три дня. И все. И потом я вернулся, продолжил. И эффективность восстановилась. Уже тошнота прошла, уже интерес пошел опять, но на новый мозг, получается, он уже остыл, и все, и дальше пошло, нарастает. Вы знаете, да, интересно, вы говорите, интерес возрос, это даже не то, чтобы интерес возрос, это какая-то уже выработалась зависимость. Во-первых, из-за того, что я лечил себя всех радостей, ну, окей, я не подхожу к компьютеру. Думаю, ничего смотреть, там, про IT, про QE, я тоже не хочу в YouTube, ну, и следовательно, мне делать нечего. Вот, и в какой-то момент я думаю, блин, мне скучно. Ну, я и сам себе говорю, ну, скучно, открывай YouTube, смотри. Вот, я начал смотреть какие-то интервью, и так вот опять меня затянуло обратно. Слушайте, ну, это высочайший уровень самодисциплины, не все так умеют. А что делать обычному человеку, который, у которого нет возможности приказать самому себе, нет, возможность есть, но он не слушается самого себя, и говорит, ну, ладно, там, через неделю вернусь. Вот, обычные люди, как бы, их большинство, у вас воля очень сильная, тут, понятно, вы можете управлять собой, и поговорить с собой, и приказать самому себе. И сам себя послушать, это очень важно. Говорить, и согласиться, и послушать, а не просто согласиться, да, 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 и пошел дальше там, смотреть сериальчик очередной. Ну, вот, обычному человеку что делать? Что делать? Ну, во-первых, во-первых, для себя определиться, насколько тебе это нужно, насколько тебе это вах. Приоритеты жизни. Да, расставить приоритеты, совершенно верно. Я, из-за того, что ушел с работы, я понимал, что дороги назад нет. Ну, как бы, она есть. Да, я, безусловно, мог прийти на свою предыдущую работу, и меня бы взяли, потому что на тот момент, когда я проработал около пяти лет, меня там ценили. Вот, и если бы я вернулся назад, меня бы, конечно, взяли бы, и причем они говорили, что если у тебя там что-то не сложится, мы тебя всегда ждем. Вот, но для меня это было как шаг назад. Ну, я понимал, что это, мне стыдно было самому себе сказать, все, иди обратно. Вот. Признать такое поражение временное, да? Ну, временное, не временное. Это было бы именно поражение, я бы себя ненавидел, если бы я такое сделал. Поэтому у меня была цель, как минимум, досмотреть все уроки и повыполнять задания, которые там были. Вот. Как бы мне не было там плохо, или как бы мне не хотелось, но я понимал, что назад дороги нет, и я сам себя возненавижу. И все, я вернусь назад. Все. И начал думать, я сам с собой начал разговаривать, что мне не нравится, что меня останавливает. Вот этот вот дейлик я сам себе в голове включал. Вот и все. Если у человека вот будет на самом деле цель, то и появится мотивация. Я считаю так. Потому что, ну, вы знаете точно, когда чего ты хочешь очень сильно, ты это получаешь. Но если ты этого действительно хочешь. Но там не только надо хотеть, надо что-то делать. Но это да. Это уже выплывает одно из другого. То есть, если ты чего-то сильно хочешь, то вот Сергей тебе дал материал, который структурирован, в котором все есть, начиная от самого легкого, если посмотреть первые уроки и последние, то, конечно, там просто пропасть между ними. Две разные планеты. Две разные планеты, да. И правда, по поводу того, что вы говорили на курсе, если вы думаете сейчас, что вы чего-то не знаете или программирование там, например, тоже это сложно, то там через пять уроков, через шесть уроков ты понимаешь, что, блин, да, это легко. Оказывается, да? Да, да, это легко. Вот, просто нужно, нужно вот, вы даете бэкграунд очень хороший на самом деле. Это правда. То есть, у вас есть какая-то вот своя суперсила. Вы хорошо отобрали материал, который вы даете студентам. Вы приятно разговариваете. Вот, и вот у меня, я же говорю, уже был опыт с ментором, и я вижу, вижу вас, и вижу второго человека, с которым я общался. Это тоже две разные планеты. На самом деле, потому что, если ты человек зеленый, и тебе говорят, да у тебя ничего не получится, и у тебя нет воли, о которой вы говорили, внутренней, то все. Но такие люди просто берут и своими руками душат, душат рвение, душат стремление. душить это временно отказ, они скорее ломают людей. Их цель не вывести тебя на рынок в этом случае, их цель избавить рынок от тебя, как от одного конкурента, но с другой стороны, сильные специалисты, они не боятся конкурентов, они себе их на работу берут, и становятся в два раза сильнее их команда, вот и все. А если специалист вырос и перерос в тебя, окей, значит, настолько ты крутой специалист, что он мог так вырастить, что он стал круче тебя, так гордись, по крайней мере, этим. А с другой стороны, когда рядом с тобой работает еще более крутой, то тебе надо посмотреть, может быть, ты что-то не так делаешь, может быть, нужно тебе что-то в себе поменять, чтобы стать еще более крутым, чем тот, которого ты подрос. То есть еще одна мотивация. Ментор это человек, который растит людей, а не который ломает людей. Да, совершенно верно. Я даже честно в какой-то момент полез в угол читать, кто такой ментор. Но после общения моего такого негативного я начал прям читать, изучать этот вопрос, кто такой ментор. Точно ментор, да? Может, это так и надо? Примерно, примерно. И да, я так и понял, что ментор это человек, который помогает. Да, он тебя не берет за руку и не ведет на работу, и не говорит, вот, это Броник, классный специалист, хоть и молодой еще, он будет работать с нами. Слушайте, ну это недавно в Теслу, насколько я знаю, взяли 14-летнего программиста, поэтому молодой это все относительно. Не-не, но я не по поводу возраста, мне 35, вот, кстати, еще по поводу возраста, тоже, я слышал такой миф, что люди после 30 лет нечего делать, нечего идти в QA, там, либо в разработчики, да, в целом, в принципе, войти. После 30 лет все. Я знаю, кто это говорит, это говорят те менторы, про которых вы читали, что они точно менторы? Кстати, этого 14-летнего не в Теслу, его в SpaceX взяли, еще покруче, космические корабли запускают. Да-да-да-да-да-да-да. Вот, и на самом деле неправда, потому что чем взрослее ты. Да, 35 это не 45 и не 55, на самом деле, 35 это ты уже устоявшийся человек, и у тебя есть богатый жизненный опыт, и ты с этим жизненным опытом, и с теми знаниями, которыми ты получаешь, приходишь в новую сферу, и сразу же быстро адаптируешься. А еще, скорее всего, у тебя есть ипотека, семья и обязательства, которые привязывают тебя к работе, и ты не можешь с нее сорваться и убежать на другую работу, а работодатель знает об этом, поэтому они охотнее берут, если тебе 35, зная, что ты у них будешь долго работать, потому что ты должен обеспечивать семью, платить за квартиру, еще какие-то обязательства у тебя есть, и они понимают, что возьми 20-летнего, ему там предложат, что лучше, он через год от них уйдет, а ты будешь работать, они заинтересованы в таких кандидатах больше, в том числе даже поэтому. Да, да. Субтитры сделал DimaTorzok